Все, понятно, ты живой начал, у тебя минус 100 баллов, отвечаю. Что? Что ты сделал? Да я ничего не делал. Ты не успел? На, тихо, тихо. Всем привет, ребята, мы на канале YouLove.com! Сегодня у нас челлендж, наша задача с Лизой и Аней выжить на 100 гривен. Как это будет, мы сами не знаем, потому что всего лишь у нас есть на целый день 100 гривен. За это 100 гривен мы должны приготовить, кушать что-то и поиграть во что-то. Это должны быть развлечения. Нас будут судить Леон, Миша и, возможно, Кирюша. У нас будут судьи, которые будут оценивать. Справились мы с заданием, хорошо мы их накормили, хорошо... У нас 100 гривен троих накормить? Ну, как? Мы же тоже нас трое. По чуть-чуть попробовать, надеясь. Одно блюдо, да? Да, одно. А, то есть одно? Одно блюдо, да. У кого больше останется денег, то ты выиграл. Ну, помимо этого, еще будут судить нас ребята. Это типа званый ужин на 100 гривен. Наша задача сегодня выжить на этих 100 гривен. Поэтому мы сейчас отправляемся в магазин и будем закупаться на 100 гривен. Я еще не знаю, что я буду готовить. Может, я куплю просто по банану и скажу, вот он, еда. Вот, поэтому следите за нашим роликом и смотрите до конца. Получится ли у нас выжить на 100 гривен? Задача сверхъестественна, потому что мы привыкли тратить миллионы. Которых у нас нет. Молчи. Поехали. Ребята, у меня идея, чтобы не сильно много тратиться. Я думаю, я сделаю просто горячие бутерброды, чтобы это адекватно было и съедобно, что ли. Потому что я не знаю, на 100 гривен ничего особо не купишь. Поэтому я думаю купить хлеб, колбасу, сыр и все. Так, я уже взял хлеб. Он стоит 20 гривен. 20 гривен это жесть. Это по скидке. Я буду все по скидке брать. Самый дешевый, ребята, 31 гривна. Смотрите, сколько ее много. 35 гривен. И у меня остается 15 гривен на развлечение всего лишь. А мне нужно что-то еще выиграть у них. Так, я, короче, решила не заворачиваться сильно. И сэкономидейги. Я ничего оригинального не придумала. У меня будет просто омлет. С молоком, с помидорами, с пламенным сырком. И с кукурузкой. По-моему, прикольно, сытно и вкусненько. Тем более, так и наши мальчики хавают только не бутерброды. Ими видно, для них это вообще будет лакшери. Я уже собрала все. И это до 50 гривен. Я думаю, может быть, сделать какой-то салат или что-то такое. Но готовить, конечно, это придется дольше всех, наверное. Но это будет самое вкусное. И я точно победю. Потому что я, бигман, опять максим идет. Надо бежать отсюда. Я в недоумении, потому что я не знаю, какое развлечение сделать. У меня осталось 15 гривен. У меня вообще мозг не варит. Я не знаю, что мне сделать на этих 15 гривен. 28 гривен шарики стоят. Вы что, издеваетесь? Наберу люфтих кольеровых. 6 штук. 3.29. Акция. Ребята. Think about, понимаете? Я карандаши возьму. Надо нитку. Нитку. А где здесь нитки? Я вообще не представляю, где здесь нитки. Нам надо нитки, потому что у меня такая игра. Знаете, будет тамада 2005 года. Я знаю, какое будет развлечение. Мы будем скидать стаканчики, как в прошлом году. Байтеры. Нормально? Тебе нравится, Ярик? Был бы бум вообще четко. Окей. Ну, взять стаканы. Вот вам и развлечение. Ю-у-у. Я помню, у нас когда-то мы снимали ролик, типа, убрали стаканчик, подкидывали вот так вот, типа, пальцем. Типа, а другой нужно его поймать. Нормое развлечение? Угу. Что? Да, норм. Может, купить бананы, как раз и перекусить, и как раз конкурс будет? А как? Ну, чтобы не кусая, проглотить банан. Не кусая, открыть банан? Нет, проглотить. А в смысле? В прямом. Целый? Да. Ярик, у тебя какие-то интересные замашки. Но мне нравится играть и пооткрыть банан с вязанными глазами. Ну, типа, без рук. Без рук. Вот это хорошая идея, спасибо. Оператор мне помог. Ну, поэтому мы откладываем карандаши за 3 гривны. Пусть залежат, и мы идем брать бананы. 16.30. Так, давайте посчитаем. 20. Это сколько стоит? Короче, я сбил с счета. Да, должно хватить, по идее. Я все купил, да, но... Ты Лизе мешаешь. Да, я хочу узнать, что она будет готовить. Может поменять стратегию. Ну, ладно, уже я сделал вывод, что я буду готовить просто горячие эти бутерброды. А что девочки будут делать, я не знаю. Ну, мы еще по ходу игры, может быть, им помешаем, знаете, немножко так испортим их блюда. Но это секрет, наш большой секрет. Посмотрим, что из этого получится. Лиза, как ты думаешь, что взяла Аня на развлечение? Стаканчики? Да. Да? Да. Так ты и сказал, что нельзя брать, потому что я уже взяла. Она, короче, будет другой конкурс. Ты же понимаешь, Аня истинная тиктокерша, которая бросала стаканчики. Ну, скажи, что нельзя, потому что я уже взяла стаканчики, надо другое. В чем проблема? Я первая это сделала. Она рядом была, и она увидела, что я взяла стаканчики, поэтому иди и говори. Не, ну она тупила, и она не видела, по-моему. Она тупила, и она не видела. Она видела, что я стою возле стаканчиков и тебе глаголствую, поэтому иди и говори, что ей нельзя стаканчики. Я не видела, что ты брала стаканчики. Ай, ну ты улыбаешься, ты видела все. Так потому что ты улыбаешься, я не видела, что ты брала стаканчики. Аня, я первая взяла. Она стаканчики, и она не может брать стаканчики. Я не видела. Ну, окей, я их не буду брать, мне все равно придумаю что-то другое. Но я не видела, что ты брала свои стаканчики. Где же это написано, что я не могу брать то, что ты взяла, ты? Но у нас не могут быть одинаковые развлечения. Так, а я откуда знала, что ты брала? Я у Ярика спрашивала, он сказал. Ярик. Мне было забавно, потому что как бы на чум поднялась Аня. Покажи чек. У меня нет, у меня стратегия до конца игры не показывать чек. У меня есть чек в кармане. Нет, показывай чек, Максим. Почему? Нет, я сейчас ничего не буду показывать. Нет, это не честно, смотри. У нас челлендж еще не начался. Какой не начался, Максим? Максим, я даже самый малыш, это у... Ладно. Максим, покажи чек. Я требую, чтобы ты показал чек. Он мухлюет, он купился за свои деньги. А не за деньги от правительства. Все, понятно. Ты же, у тебя минус 100 баллов, отвечаю. Пока ты не предоставишь чек, ты вообще диспалифицирован. И у тебя, у тебя заберется время. Какое время? Наготовку. У нас есть время на готовку? Да, Аня. Теперь будет. Теперь будет. А, сколько у нас на готовку времени? 10 минут? Давай. Какие? Вы шо, офигели? Какие 10 минут? Я выбирала блюдо, которое быстро будет. Я нет, я выбирала нормальное блюдо, которое надо готовить. Аня бутерброд наложила. Я не бутерброд. А сосиску в тесте. И я тоже. Сосиску в тесте еще готовит это тесто для нее. Всем привет, с вами из 2 на ужин с Лиззи Изи. И сегодня мы будем делать кулинарные шедевры. Я покупала все очень в маленьком количестве, чисто на одну порцию. Надеюсь, оно получится очень офигенно. Первым делом я беру булку для котлет. На самом деле, я вообще спец по приготовлению из говна и палок, потому что очень часто бывает, что мы хотим есть, а в магазин ехать лень, заказывать что-то нету денег, и приходится готовить из всего, что есть в холодильнике. Классический лохом. Да, классический лохом. Я заранее знала, что Лиза заморочится с блюдом, поэтому я даже не старалась ее переплюнуть, придумать что-то такое сверхсложное блюдо, поэтому я буду готовить обычный омлет. Сытно, на завтрак заходит на ура. Тем более, наши мальчики питаются реально, они им бутербродами, поэтому, думаю, омлет им зайдет. Я знаю, что Лиза, ну, типа, приготовит что-то сверхвкусное, сверхъестественное, ну, поэтому я даже не стараюсь ее переплюнуть. Я хочу просто приготовить, типа, вкусно, с душой и, типа, по-быстрому. Я, ну, типа, если бы я хотела, конечно, заморочиться, я придумала что-то поярче, но я бы здесь проторчала бы на кухне, ну, час минимум. Поэтому я хочу сделать все быстренько. Наши мальчики скоро проснутся, захотят кушать, поэтому готовим быстренько. Я видела чек Лизы, она закупилась на такую же сумму, как и я. Если она закупилась на сервисе, как можно, для меня загадка, как можно закупиться на такую же сумму, как и я, если у меня там лет, а у него что-то поярче, не знаю. Аня, горит. Шо? Так отставь. Это масло уже горит. Это спецэффект, Ярик. Дорогие друзья, у меня очень сложный рецепт, но напомню, что у меня продукты дорогие. Не то, что девочки купили какую-то дешмандовскую-прешмандовскую фигню, у меня дорогая колбаса, у меня дорогой сыр, да, и дорогой хлеб, который они не могли себе позволить. Поэтому я не буду заморачиваться, я знаю, что все любят бутерброды, но у меня будут бутерброды на гриле, понятное дело, потому что... Ну зачем просто хлеб вот этого, знаете, подавать хлеб? У меня еще есть десерт, у меня еще есть десерт, это будет сюрприз для ребят и для девочек, потому что они десерт не делали, вот. Смотрите, элементарно, очень сложный рецепт, мы просто кладем хлеб на гриль, раскладываем его, выставляем температуру, господи, как приколился. Ага, и ждем, и ждем, все очень просто. Потом мы должны распечатать колбасу, достать ее, выставить на хлеб, это тоже занимает много времени и, типа, это очень сложно на самом деле, достать сыр и поставить тоже на хлеб, это какие-то уже усилия. Девочки такого не делали и даже не додумались, потому что у меня реально сложно открыть эту пленку, вот я с первого раза даже не могу ее открыть, вот. Понимаете, сыр, напомню, дорогой, сыр премия, напишено, премия, да, с дырочками, вот, обзор сразу вам делаю. Колбаса тоже такая, знаете, премия, вот пишется, премия. На такую раскошелиться только могут богатые люди. Да, и мы сегодня выживаем на 100 гривен. 100 гривен, помните, да? Я взяла молоко за 10 гривен, представьте. Поливаем, поливаем. На самом деле это очень просто, только Ярик мне поможет включить духовку, потому что я не умею это делать. Сейчас мы помоем картошку. Я вообще люблю больше очистить картошку чистилкой, но она где-то потерялась. Выколупываем глазки, вырезаем. Господи, когда-нибудь я перестану говорить, как колхозница. Ну, не в этой жизни. Опасненько. Угу. Ну, мы помоем. У нас будет это, как называется омлет, такое что, типа не цельными, а кусочками? Глазуни? Нет, глазуни это яички. 13 гривен, камон. Кто сказал сосиски? А что мы готовим? Я, мальчик. Что? Я просто зашел в гости. А просто не надо заходить ко мне в гости? Я буду готовить супер-вкусные блюда, которые готовят. А это Лиза, да? Ну, не смотри, мам, не смотри. Я не смотрела. Так будет не честно. Пускай это. А что у нее аж три блюда, я не понял. Хочешь попробовать? Да. Можно? Нет, не всю, прям просто укуси. Ну, или так, ладно. У нас будет все очень... Фу, невкусно. Знаешь, невкусно, вкусно очень. Не раздираешься. Тут главное готовить с душой. Просто и все. Вот и секрет всех блюд. Главное готовить с душой. А там на вкус уже, оно не важно. Главное, что оно приготовлено с душой. Да, с душой, главное, что с душой. А ты, типа... Что ты пытала? А? Ничего, ничего, все нормально. Так мелко нарезаешь? Да, мелко. И что? Ничего, просто спросил. У меня все будет с душой. Самый главный ингредиент это любовь. Главное, готовить с любовью. А то, что продукты за 7 гривен, за 13 сосисок, это никому не должно волновать. А, вообще надо волосы завязать. Ау. Ну, типа ладно. В шапочку. В какую шапочку? Это будет главный ингредиент. Волосы розовые. Да. Так, теперь пополам. Вот так. И режем на такие вот куски. На одну порцию это будет даже более чем достаточно. А как мы потом запрячем мое блюдо? Блин, оно будет холодное. Сейчас вот мы сделали такую картошку, замариновали ее. Подождем, пока разогреется духовку, которую включил Яри. Положим картофель на пергамент и запечем. Это прям на две котлеты. Можно на одну большую. Свиной фарш. Ничего необычного. Сейчас мы натрем туда еще хлеб. Мякиш. Нужно натереть туда морковь. Это рецепт моей мамы. Вообще никто, все делают обычно просто котлеты без моркови, без такого сихула. По-разному. Ну, в основном. Каждый у своего рецепта. Ну, да, в основном. Так, мне нужно будет тепло. Всякое может быть, что... Я понимаю, что сыр премия, колоса премия, но оно может быть не премиальное. Как вы думаете? Лиза, конечно, там что-то наготовила. Я надеюсь, что оно все будет соленое и невкусное. Но хотя Лиза умеет готовить, это большой минус. Я не стал заморачиваться, потому что я только знаю дорогие блюда. Знаете, и мне бы не хватило денег что-то нормальное приготовить. Но я считаю, что это тоже очень дорогой продукт. Ммм. Оно еще не готово. Я ем в сыром виде, все, понимаете, еще там доготавливается. Но это уже вкусно. Вкус победа. Я ставлю этому блюду три из десяти. Троечка, потому что оно все такое, знаете, непонятный вкус. Пусть у меня хоть четкий, выразительный вкус блюда. Что там запечатано? Картошка. Что? Я там в картошках. Запечено. Со специями переборщила. Они... Котлеты? Что? Я в шоке. А здесь я подозреваю салат. Он выглядит бедно, но на 100 гривен сделать столько всего. Мы не делаем бед, что мы не видели ничего, конечно, потому что... Хлеб еще не готов, я еще выпекаю хлеб. Заметьте, что я еще выпекаю хлеб. Я не просто, да, там стал что-то вот на бодяжу, как Лиза сделала котлеты. Что это за бред. Что это за бред? Что это за бред? Отчините по достоинству хлеб выпекаю. Ну, до конца нужно играть. Играем хорошо до конца. По-моему, эта намазка будет дороже всех трех бед. Да, она дороже. Потому что у меня дорогие только продукты, у меня дорогая жизнь. Дорого-богато, понимаете? Вот хлебушек уже подрумянился, такой красивый, такой, смотрите, глянцевый. Мы много не будем им давать, потому что намного они не заслужили. Для наших мальчиков им подает омлет, им уже будет этого, боже мой. Потому что Лиза наша, Найс, не готовит фиону. Я вообще не видела, чтобы она, что так готовила, реально. Хорошо. Ань, как тебе такое, что она вчера приготовила сосиски в тесте? А что она все равно не поделилась? Где я была в этот момент? Ну, ты была у Карины. Карина меня угощала длинными. Сейчас мы готовимся? Нет. Мама приготовила. Ну, короче, я знаю, что Лиза вообще не готовит Леону. Леон ей постоянно готовит бутерброды, а она ей ничего никогда не готовит. Вообще омлет – это коронное блюдо. Его происхождение – это самое древнее блюдо, которое только придумали. И где его придумали? Его придумали, не важно, где его придумали. Это самое первое блюдо, которое изобрели люди. Потому что это самое простое, что можно сделать. Ань, изначально омлет? Не важно, Ярик, что изначально было. Я тебе говорю, как есть. Поэтому же это. Вопрос, это сковородку мыло? Не важно, я мыла сковородку, Максик. Я мыла. У тебя просто здесь грязь. Не важно. Смотри, у тебя здесь просто гарь, грязь. Это не грязь, это… Это не грязь. Ты решил прикопаться крым-сосиском за 13 дней или или? Я не поняла. Нет, я просто смотрю, что очень вкусно, очень классно все. Покажи, что у тебя в руке. А покажи, что у тебя в руке. Покажи, что у тебя в руке. У меня ничего в руке нет, Аня. Покажи, что у тебя в руке. В другой руке, Макс. Нет, у меня ничего. Макс, ну пожалуйста, знаешь, мне не мешало. Макс, отойди от меня. Отойди от меня. Отойди от моего блюда. Макс, отойди от моего блюда. Как классно. У меня здесь все занято. Макс, ну пожалуйста, я тебе не мешала. Ну пожалуйста, ну я тебе не мешала. Ну я тебе не мешала. Я же тоже не мешала. Ну я тебе не мешала. Ну я тебе не мешала. что я ничего не делал ничего не мешал да человек просто злит из-за того что он махлевал и что он сражается против таких сильных конкурентов аня свинюха насралась пока горячее нужно быстро доделать где видимо чтобы вот такое вот использовали у них все бедное нищебродство это очень всегда дорого смотрите мы берем я колбасу уже заранее нарезал и расфасовала им пакетик чтобы не было удобно это все делать честно я уже все уже я понимаю вкус победы я уже слышу этот вкус салями это божественно на самом деле просто картошку кто готовит картошку сейчас в наше время это абсурд она что с белоруссии что за картошка это так не интересно я тебе тоже делаю за помощь за инициативу за всем если ты будешь молчать конечно а ты будешь молчать потому что я знаю где ты живешь класс на тихо тупо и мы еще один слой сделаем знаете типа колбасы шам было вкусно правда отмечу как говорила аня аль денте хлебушка ты я сам его выпекал ребята мое блюдо готово мне еще даже сыр остался но это все с ним сам потому что извините 4 4 моих гениальных панкейка таких мы назовем их панкейки готовы поэтому можно назвать гостей и дегустируйте выставлять оценки это программа званый ужин мы готовы оценивать так ребята мы старались картошечка с котлетами салатик я уже знаю что я готовил кто что кто а шоу миша наиболее это Аня 100% сделала не подожди мне кажется Аня больше не на что играет а вы пробуйте ставьте оценки что вы гадываете мы вам дали а чем запивать слышишь вам приготовили кушайте подожди а запивать чем слой безсловителем а все нормально мы еще на себя просто готовили то все нормально вы сказали мы тебе немножко пробовали так что давайте да ну ты тоже можешь как картошечка вкусная я не знаю я чувствую какой-то там есть четыре штуки по-любому мы еще один захаваем так что там нет слабительного давайте картошка вкусная да кстати картошка вкусная и огурец вкусная вот как бы я поставил еще чуть-чуть и мне кстати очень даже понравилась ой она урская кто вы не пробовали даже тот омлет а там ложку вкусили пробуйте может не распавлю омлет максиму готовил что ты принюхиваешься кушать она доготовленная потому что мясо сырое она вкусная а бутерброды вы что не едите за что их есть и вы каждый день делаете бутерброды вкусная тяга с тартошечкой да картошка то как вы думаете много не готовил я сейчас думаю а не максим лиза готовила три человека ну да вы должны выставить оценки это неважно кто выставить оценки я не могу у меня стоматит не важно не терт чем-то сейчас на комнате что-то идите мы тоже попробуем это классик бутерброд из столовой это мишлен все ребятки вы уже все попробовали да все котлетку салатик бутика летит давайте мы отойдемте выставите оценки на потом еще вас ждут развлекательные игры и финальные финальные оценки на самом деле вот это я ставлю как бы 5 из 10 потому что это классик бутерброд он делается за две минуты ну я не знаю просто я могу плохо оценивать бутер но это бутер это знаете такая классика который сделать за две минуты можно омлетик очень не знаю шестерка семерка омлет капец какой вкусный реально вкусный и картошечка с котлеткой пипец вкусно да за оформление кстати что тут красивое оформление просто бабушка на тарелочка на салатик был вообще бомба а так но типа я вот тут ставлю 10 и 10 я даю печатку поставил у нас все умеют готовить просто многим лей так у нас сейчас будет развлечение смотрите у него все по бюджету мы должны были вписаться в 100 гривен мой бюджет это вот десерт сразу оцените что это сразу же десерт для вас ваша задача банан открыть без рук с помощью только а развлечения это развлечения давайте подожди я видел у тебя третий банан ты знаю должен участвовать хорошо а я не удивлен честно честно я не удивлен что такую ярко какие есть и развлечения я риск больше приехал с конкурса и он это съесть или не надо ну да готовы раз-два-три мне сейчас автоматится вот самое то грязный банан вот это у тебя рот я проиграл в этой стакете все на самом деле если к нему стоматит и я возможно еще в играла в этом году задание сколько ставьте на давайте вы все попробуйте задание кто поставить оценку ребят короче я покреативничала это наша любимая игра вы помните смотрите если я попаду в стаканчиков как это было я не помню если ты твоя мама не упрёт давай что ты делаешь ааааааа распишитесь что ты не так давай идти к нам в главный сиди это вот так вот и делаю на все на все это типа вот так ставишь и ты должен вот так вот даже попасть да нет вообще-то я его дома видела это он уже модифицировал я вот так вот сюда попадала да ну Да ну! Ой, не пила! Да ну! Чего? Нет, оно так не попадается! Попадается! Я так попадала! Да Миша! Мне нравится оформление стакана! Знаете, после этого конкурса вы выигрываете звание подсчет любая. Ну это жестоко. Как вам было? Нет, мне понравилось. Мне очень понравилось. Мне понравилось больше бананов, потому что там не пострадал мой стоматит. Как бы я ничего не придумала. Вон у меня разручение. Ну типа у меня была идея со стаканчиками, но не такая как у Лизы, другая. Какая? Типа, когда ты стоишь, держишь в руках стаканчик, а другой человек тебя бросает и тот должен его поймать. Где это ты? Где? Так, я могу это сделать? Нет, я не купила стаканчик. Ооо, Ань! Потому что мы поругались с Лизой, чтобы у нас будет два одинаковых конкурса. Правильно. Все. Все, я считаю, это конечно, ну это лучшая игра из всех трех. Слушай, ну мне с бананом понравилось. Обигеть! Я всегда когда видел блогеров эту херню, я хотел попробовать. Попробуй? Он для камеры каждый день пробует. Нет! Итак, ребята, у нас уже все. В итоге нашего челленджа вы должны остаточенно поставить оценку за еду и за игры. Сколько вы ставите картошки? Картошки десять. 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 Хорошо. Сколько бутербродов? Ну шесть. Шесть, да, давай шесть. Они красивые. Сколько омлетов? Десятку, наверное. Да, десять. Хорошо. Сколько вы ставите развлекаловки с бананами? На самом деле бананы были... Мне понравилось десятку. Бананы были самые креативные, можно было поесть, если это не моя болячка. Вот. Несколько? У меня десятку, что ли. Мне реально понравилось. Ну у нас одно число, десять, да? Стаканчики? Ну девять. Ну хорошо, да. Ну девять. Ну для тебя это ностальея, для меня ничего. Я не ехал такое никогда. Ну хорошо, девятка. И они не получают, да? Ну конечно нет. Ну они могут дать голбалов. Ну да. Вот двойка, знаете, как в школе, когда я ничего не сделал. Давай, давай три, как бы проходной, как бы. Ну хорошо, тройка, тройка. Хорошо, сейчас мы расскажем, сколько, кто закупился, на сколько денег. И в итоге у Лизы получается 19 баллов, да? Да. У меня 16, у Ани 13. Офигеть! Аня проиграла. Ну сейчас итоги все покажут. Наша задача была купить на 100 гривен. У кого останется больше денег, тот и выиграл. Нет. Ты такое не говорил. Говорил. Говорил баллы. Говорил. А к чему тогда баллы? Ну. Окей, у меня получилось на... Давайте, кто меньше потратил, у того десятка сразу автоматом. 89. Да, пытается там лет, на картошку. На картошку с парш, с виной. 89 гривен. Капец, мы питаемся каким-то дерьмом, который стоит дороже. Прикинь. 105 гривен. Я добавил свои деньги, потому что у меня не хватило на бананы, и я добавил 5 гривен свои. 82 гривен. У меня самое дорогое, это молоко и кукурузка. Я купила молоко за 13 гривен. А где ты его нашла? Там было вот такое вот маленькое молоко. Офигеть! Такое детское, чтобы дети пили вот такое маленькое. Офигеть, я купила за 24 гривны. Мы шутим сейчас в таком же ролике, ребята. Пишите в комментариях, чтобы мы всё равно уснялись. Да, я бы сделал вторую часть. Что вы приготовили нам? Мивину? С чего вы взяли, чтобы даже мивину умеем готовить? Может, вот этот человек будет сидеть вот тут. Так, короче, кто из нас выиграл? Получается... В этом, получается, Аня. Аня выиграл, но у тебя больше баллов там, да? Да. Но мне 19 плюс. Мы должны рассудить. Да. Блин, ну, на самом деле там разница в 3 гривны. Я думаю, всё-таки, честно, будут дать победу Лизе. Я тоже. Наверное, да. Потому что как бы можно так думать. Аня, дать второе место тоже заслуженное. Ну, а Максу за бананы я бы дал... У меня конкурс классный. Я бы дал гранд-при, честно. Я бы тебе только за бананы дал. Спасибо! Спасибо, дорогие друзья. С вами был YouLove.com. Если вам понравился такой челлендж, пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в следующем выпуске. Всем пока! Пока! У-у-у!